Музыка В Джермуке, это Армения, завершился 8-й международный турнир по шахматам памяти Карена Асряна. 92 спортсмена из 11 стран играли 9 туров по швейцарской системе. В итоге больше всех очков по 7 набрали харьковчанин Антон Коробов и Михаил Алексеенко из Львова. По дополнительным показателям Львовянин занял первое место, Коробов – второе. Здравствуйте, это «Спортивный интерес», только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Европейские игры. Золото Виктора Рубана, бронза Марины Колесниковой и общие итоги для Украины и Харькова. Бодибилдинг. Елена Шелест – победительница любительской Олимпии. Синхронное плавание. Чемпионат Украины как генеральная репетиция перед мировым первенством. Регби. Сборная Украины по семерке попала в Олимпийский отбор. Харьковский Олимп отпраздновал десятилетие презентации новой формы и двумя победами над Кривбасом. Теннис. Мастер-класс с Андреем Медведевым и открытый юношеский чемпионат Харькова на призы мастера большой ракетки. Легкая атлетика. Харьковчане отобрались в сборную страны на юношеский чемпионат мира. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. В Львове состоялся чемпионат Украины по стрельбе из лука среди кадетов и юниоров. В старшей возрастной категории Марк Головко, Никита Кравчук и Александр Шиянов стали серебряными призерами в команде. В миксте Головко и Екатерина Мазарчук заняли третье место. В этой же номинации среди младших стрелков Мария Копцева и Александр Федорченко стали чемпионами страны. А в Черкассах свое национальное первенство отстреляли блочники. Среди мужчин первенствовал харьковчанин Юрий Дорошенко, среди женщин Елена Борисенко стала второй. Первую золотую медаль европейских игр Харькову принес Виктор Рубан. В составе мужской команды по стрельбе из лука он, а также львовяне Маркиян Ивашко и Георгий Иваницкий в предварительном раунде заняли четвертое место, уступив третье французам только по количеству выбитых десяток. В одной восьмой финала украинцы перестреляли Словению 6-2, в четвертьфинале с тем же счетом победили Италию, а дальше пошли зарубы. В полуфинале против голландцев в нашу первую серию проиграли, потом две выиграли, а четвертую свели в ничью 5-3 в пользу Украины, при том, что за голландцев высыпал пятый номер мировой классификации Рик Вандервен. Из второй полуфинальной рубки в главный поединок вышли испанцы, одолевшие французов 5-4, и финал получился достойным своего названия. В первых четырех сериях испанцы вели, украинцы догоняли, получилось 4-4, а в перестрелке при счете 19-19 на 10х Иваницкого Хуан Родригес ответил всего лишь шестеркой, 5-4 Украина первая. В личной коллекции Рубана эта медаль займет место рядом с аналогичными наградами, добытыми на Олимпиаде в Пекине и на Кубке мира. Ближе к финалу уже как бы и усталость накопилась какая-то, потому что первый круг самый тяжелый, он и психологически хочется пройти дальше, а там уже просто борешься, мы так себе поставили цель, что будем бороться для себя. Команда действительно была подобрана очень хорошо и дружественные коллективы, мы друг друга поддерживали всячески, и естественный результат тоже за счет этого был. Следующая харьковская медаль в Баку была бронзового достоинства. На дистанции 200 метров в плавании на спине Марина Колесникова сначала квалифицировалась в полуфинал с результатом 2 минуты 16,51 секунды. В полуфинале ученица Владимира Рязанова улучшила этот показатель на 2,5 секунды и в главный заплыв отобралась с третьей позиции в своем хите и с четвертой в общем зачете. А в финале харьковчанка сумела обойти Мартину Росси из Италии и с результатом 2,11,91 заняла третью ступень пьедестала почета. Это скорее всего за счет тренировки выносливости, как бы 200 метров на спине это довольно длинная дистанция и скорее всего за счет выносливости это помогло мне. Ученицу свою хочу отметить порадовала, порадовала приятным результатом. Мы безусловно работали, планировали тоже приблизительно такие же цифры, но вот на дистанции 200 метров очень удивила, показала характер, показала борьбу. Молодец. В 100 метровом заплыве на спине Колесникова проиграла касание француженки Полин Мехо. Еще одна харьковчанка Валерия Тимченко в плавании вольным стилем на 800 метров заняла 14 место. А в общекомандном зачете по итогам первых европейских игр Украина стала восьмой, замкнули десятку Голландия и Испания. Харьковский вклад помимо медалей Рубана и Колесниковой состоит в серебряной медали борца греко-римского стиля Димитрия Тимченко, награды того же достоинства борщихи Юлии Ткач, которая представляет Харьков и Львов, а также трех бронзовых комплектов, которые завоевали харьковские юниорки в синхронном плавании. В окрестностях испанской Малаги состоялся второй этап бодибилдерской серии «Олимпия» среди любителей. В ростовой категории до 169 сантиметров раздела фитнес-бикини Харьков и Украину представляла Елена Шелест. Она известна своими выступлениями не только на помосте, но и на волейбольных площадках – классической и пляжной. Но мы сейчас о фитнесе. Итак, первый раунд сравнения подопечная Александра Кислова выиграла без вопросов, набрав минимальные 6 баллов. У россиянки Дианы Волковой было 10. Это в бодибилдинге хуже. А вот в финальном раунде сравнения Шелест и Волкова обе набрали по десятке, и судьям пришлось совещаться, чтобы определить чемпионку. Ею в итоге стала украинская спортсменка. Готовилась максимально в финал и настроена была на медаль. То есть это первое, второе, третье место. Но когда выиграла первое, это, конечно, был действительно шок. У меня чуть больше опыт работы на сцене, потому что я занималась танцами, в балете работала. И здесь Диане не хватило немного уверенности и опыта работы на публике, в частности. То есть здесь она чувствовала себя не совсем комфортно. Вот. Ну и в принципе, я думаю, что харизма и некая отличность у меня все равно есть. В абсолютной категории Шелест стала второй, уступив победительнице местной спортсменки Марии Арангурен всего два очка. Та, в свою очередь, соревновалась в ростовой категории до 158 сантиметров, как и другая харьковчанка Анастасия Федорик. Выйдя в финал с третьей позиции, удержать ее в главном раунде не удалось. Рефери отдали предпочтение хозяйке сцены, и получилось, что все медальное трио в этой категории – испанское. В судействе принимают участие 12 профессиональных судей международной самой высшей категории на турнирах такого уровня из разных стран мира. Поэтому у каждого свое мнение. Категория фитнес-бикини довольно субъективная, но с каждым турниром мы понимаем определенные уже точные критерии, по которым оцениваем. Я считаю, все заслуженно, все правильно. В конце апреля все украинские бодибилдеры и харьковчане в том числе съедутся в Киев, чтобы определить, кто примет участие от Украины в международных соревнованиях осенью. На чемпионате страны по плаванию в открытой воде, который принимал Ивано-Франковск, харьковчане побеждали четырежды. На мужской дистанции 5 километров весь педестал оказался харьковским – Игорь Снитко, Игорь Червинский, Кирилл Швец. Кроме того, Червинский выиграл и заплыв на десятку. Ту же дистанцию среди женщин первой одолела Ксения Скрипель. В молодежном зачете 7,5 километров выиграл Александр Светличный. В бассейне «Локомотив» проходит летний чемпионат страны по синхронному плаванию. Доминанта сборной Харьковской области на нем сомнений не вызывает, а потому чисто на результатах сосредотачиваться смысла нет. Гораздо интереснее процесс подготовки сборной Украины, составленной из харьковчанок к чемпионату мира в Казани. Он стартует через месяц. В этой связи особое внимание к групповым выступлениям. Техническая программа на балканские мотивы в арсенале украинок остается прежней. А вот произвольная должна приятно удивить болельщиков и неприятно соперниц. Готовность к такого рода сюрпризам в синхронном плавании – необходимый атрибут в борьбе за призовые места. Мы буквально только недавно поменяли, будем говорить в субботу. Посмотрим. Это будет в последний день. То есть тоже это как… Ну, просмотрим это все. Ну, и там будем делать выводы. Я думаю, что, конечно, будут еще изменения. У нас впереди еще 20 дней, и что-то поменяется, что-то улучшится, что-то усовершенствуется. После получения олимпийских лицензий по-прежнему пристальное внимание остается в отношении дуэта Анна Волошина-Лолита Ананасова. Техническую программу они показывали тоже известную. Вот уж где, казалось бы, от жизни на ближайшие полтора года ничего не нужно. Но это не про наших девушек. И в Казани они покажут новое произвольное выступление, и в Харькове в первый день выложились на полную. Мастерство не терпит застоя. Работы очень много, потому что впереди Олимпиада, и у нас это главная цель – занять третье место как минимум. Поэтому мы стремимся к этому и прикладываем все усилия. Программы все время меняются, поэтому никогда не скучно. И, думаю, зрители тоже видят, что всегда идут изменения и в музыке, и в работе, и в движениях. То есть все время все меняется. У нас все время новые люди в хореографе. Вот тоже все время там подсказывают нам, как лучше подправляют. А вот что действительно новое и потому безумно любопытно применительно к чемпионату мира, так это украинский смешанный дуэт Александра Сабада-Антон Тимофеев. После дебютного выступления зимой неворушенным глазом видно, что партнер в этом тандеме прибавил в технике значительно. Это уже вполне похоже на медальное выступление при благоприятном стечении обстоятельств. Но в том-то и дело, что особенность дуэта, а микс-то тем более, во взаимодействии партнеров по плаванию. Этому компоненту Сабада с Тимофеевым и посвятят ближайший месяц. Я немножко за ним все-таки слежу, потому что он иногда не думает обо мне в дуэте, только о себе. Там плавает отдельно, но мы стараемся это исправить. Я ему каждый день об этом напоминаю, что если еще я, ко мне надо стоять поближе, надо вспоминать обо мне. Ну, он тоже старается исправлять это все. Возвращаясь к групповой программе, скажу, что стартовый день чемпионата стал особенным для участницы сборной Украины Алены Гречихиной. Буквально перед соревнованиями она получила диплом Харьковской академии физической культуры. Теперь это не просто спортсменка, это магистр реабилитологии. Алена призналась, что совмещать учебу и карьеру было тяжело, но интересно. Теперь все планы связаны только с успешным выступлением в Казани. Мы настроены на Россию, как минимум очень сильно поджать. Но будем стараться, конечно, сил немерено, желание есть, возможности есть. Команда очень крепко духом физически. Мы готовы. Наше дело выйти сделает, тренера нас поддерживают. Все настраиваются на, грубо сказать, на войну и на победу. Исключительно ради статистики скажу, что представительницы первой сборной Харьковской области победили везде, где участвовали. Юниорская сборная Украины, которая стала бронзовой на европейских играх в Баку, этот чемпионат пропускала. Зато проявить себя перед зрителями и судьями тренеры дали возможность юным синхронисткам из третьего харьковского состава. Харьковский металлист завершил первые тренировочные сборы на своей базе товарищеским матчем против «Авангарда» из Краматорска. Хозяева выиграли 2-0, дубль на счету Алексея Довгова. Затем харьковчане отправились в Ужгород, где и продолжают подготовку к сезону под руководством нового главного тренера Александра Сивидова. Сборная Украины по регби-7 пробилась в олимпийский отбор для участия в Бразилии. Это стало ясно после второго европейского тура в дивизионе «А», который подопечные харьковского специалиста Вадима Колышкина проводили в польском Гданске. За сборную выступает 7 харьковчан. 6 игроков харьковского олимпа – Сергей Церковный, Александр Ломакин, Александр Цапенко, Олег Косарев, Сергей Горьковый, Максим Кравченко, а также капитан неизменного чемпиона Украины по регбелик, команда «Легион-13 ШВСМ» Александр Скорбач. В групповом турнире украинцы уступили 0-5 будущим финалистам – Киприотам. Затем выиграли у Дании – 17-10, Чехии – 37-0 и Израиля – 19-7. В полуфинале украинские семерочники проиграли вторым финалистам – полякам – 0-20. Зато в поединке за третье место не оставили шансов сборной Латвии – 36-0. Учитывая то, что в первом туре Украина была второй, по сумме двух пулек наши попали в борьбу за путевки на Олимпиаду. Ну так вот мы раскачиваемся. Может и как раз из-за этой подготовки. То есть мы от первой игры, которую мы проиграли, вообще плохо сыграли. Потом от игре к игре все лучше и лучше получалось. Да, действительно, за третье место буквально практически показательная игра была. Европейский олимпийский отборочный турнир по регби-7 состоится в столице – Португалии. Вернувшись в Харьков, участники сборной Украины попали с корабля на бал. Регбийный клуб «Олимп» отпраздновал свое первое десятилетие. С конца 90-х годов харьковский регбийный коллектив назывался «Легион ОСК». Он постоянно был в призерах регбийного чемпионата. Но с 2005 года пришло новое название и новая история. С тех пор «Олимп» – неизменный победитель чемпионатов страны и семикратный обладатель Кубка Украины в классическом регби-15. Отметили это дело харьковские регбисты в рабочем графике, открытой тренировкой и фотосессией в новой форме. В такой же играет, кстати, сборная Англии. Производитель формы – новозеландская фирма, специализирующаяся именно на регбийной экипировке. Исключительный по качеству материал – натуральная овчина. Но, как и в любом подарке, важно не столько качество, сколько внимание. «Очущения суперские, потому что, во-первых, первая сторона этих ощущений – это то, что одна заботится, заботится господин Ярославский. Спасибо ему большое. И второе ощущение, конечно, что играем в профессиональной форме. Она очень удобная, легенькая, практичная. Ее очень трудно порвать, трудно захватить во время игры. В свое время она дышит хорошо, дает телу дышать, на русский большой. Поэтому ощущение великолепное». В честь 10 побед в чемпионатах Украины на новой форме «Олимпа» теперь красуется звездочка. А команда под руководством Валерия Качанова и Сергея Нитбайла на пути ко второму десятку национальных побед. Поводы для оптимизма в плане будущих завоеваний регбийного «Олимпа» есть. На выходных команда завершила групповой турнир в восточной зоне Украинской Суперлиги двумя матчами против Кривбаса. По взаимной договоренности обе встречи игрались на Харьковском поле ОСК ХТЗ. Хозяева играли не в оптимальном составе, дав отдохнуть семерочникам и тем, кому нужно залечить травмы. Зато на поле появились молодые игроки, которым тренерский штаб дал шанс проявить себя в игре с аутсайдером восточной четверки. Мы посмотрели на молодежь, которая у нас сейчас тренируется, проходит стажировку, скажем так. Команда, естественно, по классу разная. Приятно, что хотя бы люди не испугались, приехали, скажем так. Молодцы. Амбициозная команда, с хорошим настроем. Уровень, естественно, слабоват еще. Думаю, у них все впереди. С исходом встречи все стало ясно в первом тайме, если кому было неясно до игры. Уже на 23 секунде проход попыткой завершил Дмитрий Матвейчук. Дальше кошмар для гостей развивался стандартно и перерыву было 66-0 в пользу Олимпа. В начале второго тайма Криворожцы забили три очка со штрафного и на этом их голевой счет закончился. А хозяева постарались на славу, выиграв в итоге 142-3. В три попытки на счету Максима Ковалевского четыре раза город красных взял Константин Гурылев, а Олег Косарев занес мяч пять раз и выполнил 16 реализаций. Кривой Рог не сильная команда, поэтому мы выходили, можно сказать, немножко спустя рукава. Игра для нас не составляла большой трудности, поэтому это вылилось в счет. Повторная встреча разнообразием сюжета не баловала и прошла практически по сценарию первой. Вплоть до гола со штрафного в исполнении гостей в начале второго тайма. Остальное время давлело Олимп. Сергей Куценко сделал три попытки, Максим Чураев четыре, а Косарев девять, плюс 15 реализаций. Одержав в шести матчах шесть побед, Олимп с 30 очками, включая шесть бонусных, стал победителем восточной группы. Второе место с 20 очками заняла другая харьковская команда «Техас». В заключительном туре студенты Национального технического университета сельского хозяйства переиграли Днепр со счетом 22-10. Оба харьковских коллектива вышли в финальную часть. На теннисном 15-тысячнике в голландской Бреде харьковчанка Алена Сотникова победила в парном разряде. Вместе с белорусской Светланой Пироженко в финале они обыграли австрийский дуэт. Барбара Хас, Пия Кёник. Счет 6-3, 6-1. В одиночном разряде Сотникова выбыла на стадии четвертьфинала от ракетки Джессики Малечковой из Чехии. 1-6, 2-6. Мастер-класс. Сначала размялись, а потом разделились на две возрастные группы. С каждым из участников Медведев сыграл как минимум по розыгрышу с отработкой технических теннисных элементов. Говорят, подобные мероприятия очень нравятся детям. Не только. Обладатель взрослого Кубка Украины Владислав Орлов тоже принял участие с большим удовольствием. И его розыгрыши с мэтром смотрелись действительно по-взрослому. Андрей Медведев поделился очень ценными своими знаниями, опытом, который может пригодиться всем и молодым, и взрослым в будущем. Я понял, что я хочу играть в теннис дальше, хочу тренироваться и хочу достичь тех успехов, а может быть даже и больше, которые достиг Андрей. Увенчалась эта тренировка в формате шоу товарищеским матчем, в котором Медведев сыграл против своих новых подопечных. Такой себе тайбрейк получился. В нем дети сначала выигрывали у мастера, но затем Медведев вернул разницу в счете на ноль и на ничейном результате вовремя закончил мастер-класс. Впечатления от него у участников останутся надолго. Нравилось, но в мастер-классе с такими звездами играть очень круто и много чего он узнал нового. Он вдоль сетки хорошо укорачивает и подача вот там из тех хорошая. Что касается турнирной части теннисного праздника, то в одиночных категориях среди тех, кто не старше 10 лет, победили соответственно Александр Гурев и Надежда Конева. Номинации до 16-ти первенствовали Илья Тураба и Дарья Гришина. Такие пожелания нам хорошие дал, то есть как бы такое вдохновение было и понравилась очень фраза «играйте с душой». В одиночке взрослого турнира победили Александр Кириченко из Луцка и харьковчанка Ксения Зонова. А призы в виде фотосессии со звездой украинского тенниса и его же автографов достались всем участникам чемпионата. Три человека мне очень понравились. Ребята, которые уже бьют по мячу в 9-10 лет, двоим 9 и одному 10 лет. Все из Харькова и видно, что с ними работают тренера, потому что техника поставлена хорошо и глаза горят. Ну а за пределами корта Медведев удивил своими рыбацкими способностями. В этой щуке 8 килограммов. Живет она в озере возле 18-й лунки гольф-поля. А на самом поле состоялся открытый чемпионат Украины по гольфу. Итогом трехдневного турнира стал триумф местных гольфистов, представляющих клуб «Супериар». В мужском турнире Артур Бадюк стал первым, Федор Каргополов – вторым. Женский разряд выиграла Галина Загородняя, Анна Авдеева заняла третье место. Загородняя была лучшей и в абсолютной женской категории «Строук Плей Гросс». Среди мужчин в абсолютке победил итальянец Марко Марикони. В формате «нет» первые места у киевлян Эльвиры Растворцевой и Тимура Салиева. В Черкасах состоялся женский чемпионат страны по пляжному гонболу. Девушки из сборной Харьковской области открыли этот вид спорта и для себя, и для своего города. Пляжка от классики отличается сильно, это разные виды спорта. Очки считаются по выигранным таймам, их два, если ничья – бьются булиты. Играют 4 на 4, причем в атаке принимают участие вратарь. После классической игры к этому, конечно, нужно привыкнуть. Я как бы была банданной, и девочка с поля тоже была банданной. Мы должны были меняться при нападении. В защите, допустим, я стою и на полевой игроке, три человека. А когда нападение, мы должны с этой девочкой банданной поменяться. И тогда она как бы ее очки, вот она забрасывает, да, ворота, за два очка даются. Было сначала нелегко, но потом привык и как-то заинтересовало. Несмотря на непляжную погоду и дебют в новом виде спорта, харьковские гонболистки под руководством Алексея Нечволода освоились на Черкасском пляже быстро. Если бы не чехарда с заменами, а они в пляжке делаются тоже особо, то кто знает, как бы закончилось. Но закончились два тайма по 13-10 в пользу команды «Шостки». Самая интересная игра была с «Шосткой», потому что это была самая решающая и интересная игра. Силы были более-менее равные, но мы играли без основного игрока, без банданы. Мы должны были выигрывать, но не хватило чуть-чуть. Во второй день под аккомпанемент «Дождя» харьковчанки тоже уступили командам из Авидеополя и Херсонской области. Но уровень игры был уже повыше, уверенности в действиях больше, ошибок меньше. Вторая из названных команд – бронзовый призер в классическом гонбольном чемпионате и постоянный чемпион в пляжном. Проиграть такой команде всего два очка в первом тайме для дебютантов стоило победы. В дальнейшем турнире по круговой системе харьковчанки сыграли еще раз со значенными соперницами и в итоге заняли пятое место из восьми. На третьем этапе чемпионата Украины по картингу, который проходил в Киеве, гонщик харьковской команды-лидер Александр Ткаченко первенствовал в самом скоростном классе машин КЗ-2. А на этапе трофея восточного региона харьковские гонщики выиграли все классы. В частности, Алексей Телюк был первым в номинации «Пионер-Н», Илья Телюк победил в классе коробочных машин. В классе популярной первое место у Александра Гаврилюка Александр Дерюга получил золотую медаль в бескоробочном классе. После сверхуспешного выступления на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, харьковчанка Наталья Погребняк продолжила победную европейскую серию. В португальском Санто-Антонио она снова выиграла 100-метровку. Результат 11-26. Прибежавшую в финале второй местную спортсменку Лорен Базола подшефная Марина и Алексея Мельченко обогнала почти на две десятые. В коротком спринте это хороший отрыв. А в Кировограде под средством юношеского чемпионата Украины отобралась сборная страны для участия в чемпионате мира по этому возрасту, который примет Колумбия. В секторе для толкания ядра харьковчанка Маргарита Лукашенко до последнего боролась с наготстаршей Юлией Байрак из Днепропетровска. И хотя лидировала по ходу соревнований, в последней попытке превзошла саму себя. 16 метров 21 сантиметр – это первое место и путевка в Кали. Копьеметатель Эдуард Куриленко отправил снаряд на 66-35 и тоже выиграл, но в списке на Колумбию тренерский совет поставил его в резерв. Еще одно харьковское золото на счету юношеской эстафеты 4 по 100. Тарас Шевцов при помощи шеста взял 4 метра 80 сантиметров, проиграл киевлянину Владиславу Малыхину только по попыткам, но в Колумбию все равно поедет. Как и Санислав Машталь, который на чемпионате страны стал серебряным в ходьбе на 10 тысяч метров. В столице Турции завершился юниорский чемпионат Европы по вольной борьбе. В женской части соревнований, а точнее в весовой категории до 72 килограммов, харьковчанка Анастасия Шустова боролась в финале. Ученица Романа Осьмакова и Игоря Прилуцкого на пути к главной схватке прошла россиянку Дарью Шистерову и Каталину Акцент из Румынии. В финале борьба была отчаянной и зрелищной, и повезло сильнейшей. Ею оказалась борчиха из Азербайджана Сабири Алиева. Ее преимущество составило 4 балла. В Днепропетровске завершился чемпионат Украины среди 15-летних бадминтонистов. Женскую одиночную категорию выиграла харьковчанка Дарья Голицына. В парном разряде не было равных харьковскому дуэту Анастасия Прозорова, Валерия Рудакова. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится. Субтитры сделал DimaTorzok